Звядку по тадзе редкий случай спортивного долголетия и большую роль здесь играет правильное отношение к здоровью. Конечно, на помощь приходят спортивные врачи. Они помогают не только восстанавливаться после травм, но и учат, как правильно подготовить организм к физической нагрузке. О спортивной медицине и пойдет речь в следующем сюжете. Мой коллега Дмитрий Пришвицин решил посетить место, где чемпионы обретают силу. Речь идет о Югорском колледже-интернате Олимпийского резерва. В свое время оттуда вышли Сергей Устюгов, Тимур Наньев, Бахтовар Назиров, Ольга Козыдуб и многие другие знаменитые спортсмены. Сейчас там развернулась настоящая спортивная лаборатория. Успех спортсмена куется в тандеме с врачами, чтобы нагрузки не привели к больничной койке. Индивидуальный подход вкупе с медициной помогает активизировать лучшее качество атлетов, а для этого приходится проводить вместе немало времени. В начале сезона все спортсмены проходят медицинское обследование. Здесь оценивают готовность организма выполнять серьезную работу. Важно уделить внимание сердцу. В этом помогает нагрузочное тестирование. Около часа спортсмен бежит по дорожке. Датчики на его теле выводят все данные на монитор. С помощью маски можно отследить количество вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Тест даже позволяет узнать крайний предел возможностей спортсмена, поэтому здесь выжимают все соки из подопечных. Одного увеличения скорости не хватает. И, соответственно, с помощью создания как раз-таки горки, то есть имитация бега в горку, создается напряжение, потому что данное тестирование в основном выполняется до отказа. Обязательным условием является день отдыха перед этим исследованием. То есть спортсмены сюда не приходят после тренировок. Они в основном за день до этого исследования отдыхают. Сложнее всего настроиться выйти на эту дорожку, встать на нее, отработать. Потому что прекрасно понимаешь, что от него многое зависит от этого теста, от первого. То есть с каким ты результатами начинаешь сезон, что нужно по ходу подготовительного периода улучшить, где добавить. То есть и этот тест, он должен быть как можно более объективным. Переходим на установление. Голова не кружится? Мы видим на графике, здесь перекрестие. То есть это условная единица, отображающая пульс, на котором перешли в порог. Все результаты ложатся в основу тренировочного плана. Обычно тестирование проводят и в конце сезона. Это позволяет проследить за изменениями в организме. На тренированность спортсмена выявляет велоэргометр. Он отвечает за силу. Проверяется это так. С помощью грузиков устанавливается вес, с которым спортсмен начнет крутить педали. Затем корзина с весом автоматически сбрасывается. И испытуемый должен работать с сопротивлением столько, сколько сможет. Грузики выкладываются в зависимости от веса спортсмена. То есть если, например, спортсмен весит 70 килограмм, мы берем нагрузку в 10% от его веса, которую он должен преодолевать, и выкладываем на корзину 10 килограмм веса. То есть, соответственно, по достижении определенных оборотов сбрасывается этот вес, и спортсмен продолжает выполнять нагрузку уже с сопротивлением. В отличие от беговой дорожки, работа на велоэргометре занимает всего пару минут, и выполнять ее нужно намного чаще. Плюс ко всему здесь установлены тепловизор, а все данные мгновенно появляются на мониторе. После физической нагрузки важно правильно восстановиться, поэтому спортсменов закрывают в барокамеры. Мы создаем повышенное давление и насыщаем кислородом. То есть давление в этой камере – это 4 атмосферы. С помощью концентратора мы нагоняем кислород. При повышении концентрации кислорода в организме, то есть все обменные процессы проходят гораздо быстрее. Когда у них идет, если для восстановления, снятие переутомления, перетренированность, ну и вообще для восстановления, конечно, там же интенсивные нагрузки идут. Все в порядке? Поначалу закладываю туши, когда она набирается, и первые 15 минут тяжело уснуть. И постоянно закладываю нос. А так, в принципе, поспать классно. Ну, в последний раз я проходила ее после двух туров, и получилось отдохнуть. Мне понравилось. Ну, а восстановить уже непосредственно сердечную мышцу помогает вот такой вот аппарат. Путем вот таких сокращений помогает разогнать кровь уже по организму, то есть помогает работе сердца, что и, собственно, влияет на восстановление. Нередко врачам приходится восстанавливать спортсменов после травм. Поставить на ноги позволяет PRP-терапия. Ее главное лекарство – собственная кровь спортсмена. Пробирку помещают в центрифугу, где она вращается с большой скоростью. Это позволяет отделиться плазме с тромбоцитами. Центрифуга необычна, а с бахитротерным механизмом, то есть отклонение пробирки с кровью происходит с нарастанием скорости постепенно. Это дает возможность тромбоцитам более комфортно себя чувствовать и не лопаться уже в пробирке, а оставаться целыми. Затем субстанцию вводят в поврежденное место. Благодаря процедуре период восстановления сокращается на несколько дней. Все зависит от сложности травмы. Эффективна она не только после растяжений и разрывов, но и после переломов. Медицина для спорта – это очень весомая часть, тем более для современного спорта. Без спортивной медицины сложно какие-то достичь высоких результатов без потери здоровья. Спортивная медицина в округе шагнет на новый уровень после того, как на базе медицинской академии откроют специализированное направление. Сейчас как раз обсуждают эту возможность. Так что в скором времени еще больше квалифицированных специалистов смогут привести к победам новых чемпионов. Дмитрий Пришвицин, Виктор Севков. Специально для программы «Больше чем новости». До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...